Для начала удалим, то есть нам сто процентов не нужно. Это пальцы и это гуска. Но кто ест гуску, тот может ее оставить. Далее делаем круговой надрез по голени и легко вытаскиваем кости. То же самое повторяем со второй голенью. Аналогичным образом сламливаем кости в крыле и выдавливаем их. Так. Далее. 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 сухожилия и она практически без мяса удалилась то же самое делаем с другой теперь более трудные процедуры не снимая кожу выламываем кость бедра там сухожилия на которых она держится их пальцем подламываем выворачиваем наизнанку то же самое делаем со вторым бедром мне как-то трудно и демонстрировать и делать вот на костях оставим Осталось мясо, мы их разделаем позднее. Значит, теперь можно снять кожу. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь есть мясо, его можно аккуратно срезать. Это будет тоже красное мясо, то есть то же самое, что с бедра. Это плечевое немножко осталось на коже. Но если вы в дальнейшем будете использовать на фарш, то в общем-то эта процедура совершенно ненужная и отнимет лишнее время. Тем не менее я покажу полностью всю разборку кожи. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, практически чистая кожа. Мы ее откладываем и потом я расскажу, что с ней можно делать. Так как мы занялись отделением красного мяса, сейчас я разберу бедро. В голени есть такая противная маленькая косточка. Ее надо обязательно добыть, чтобы она вам потом ничем не помешала. Для этого вот так вот разваливаем бедро. Вот, вот видим хрящик этой косточки. Отрезаем ее от сустава и вот, не повезло, она оказалась сломанной. Значит, надо ее разыскать, где она тут прячется. Вот она. Вот она. Вот ее мы обрезаем. Срезаем с нее мясо и тоже отправляем туда, где все кости. И, естественно, хрящ, после того, как мы выломили, кость голени, тоже вырезаем. Кот с бедра зачищаем. И срезаем с него тоже мясо, все, которое там есть. Это красное мясо, его можно использовать совершенно по-разному. Можно использовать для фарша пельменного, можно в общей массе тушить, можно использовать для изготовления домашних колбасок. В общем-то, оно очень многофункционально и по цвету, и по вкусу очень близко к нежной свинине. К молодой, скажем так, свинине. Вот, зачистили бедренную кость. Можно еще чище, конечно. Ну, это уже на ваше усмотрение, как вы хотите выбирать. У меня кости идут на бульон для домашних животных, поэтому я им немножко мяса стараюсь оставить. Скрываем вторую голень. Вот здесь, кажется, повезло. Вот она, косточка. И она вроде как целая. Точно так же отделяем ее от хряща, от сустава. Нет, она все-таки оказалась, к сожалению, сломанной. Видимо, курицу больно били перед смертью. Вот это осколок кости этой. От сустава лишнее мяско отрезаем. По сути, самая нудная, самая неприятная процедура – обвалка бедра. Осталось зачистить саму кость. И она будет завершена. Постараюсь сделать так, чтобы вам было видно. А мне не очень-то удобно, но что делать. Иначе мои руки будут полностью загораживать процесс. Вот, мы обваляли полностью бедра. То, что было мясо с крыльев, у нас получилось. Теперь переходим к самому оставшемуся каркасу. Значит, здесь есть всякие вот жилки, жирок. Это мы все отправляем к шкурке, потому что оно вполне для фарша сгодится. И мясо бедра, естественно, вот оно еще. Видите? Обратите внимание, вот здесь в спинке есть такие мышцы, которые очень нежные и вкусные. Если у вас много разделки куриные, то вот это вот для жульена использовать исключительно здорово. Да, вот подрезаем сухожилие, которое здесь расположено. Далее вот так упираемся пальцами и выдавливаем вот эту мышцу. И снимаем с хребта само мясо бедра. Вот оно. Как видите, осталась практически чистая кость. Здесь совершенно небольшие какие-то образования. Здесь внутри тоже есть мясо. Теперь мы можем отломить корпуса. Вот, и вот это вот мясо, которое здесь осталось, его тоже можно прекрасно использовать для того же фарша, ну и в любую другую готовку. Его выбрасывать нет никакого смысла. Как видите, его не так и мало. Вот, фактически полностью чисто. Вот здесь еще немножечко осталось. Все, очистили, выкинули, добавили к мясу бедра. Так, теперь у нас осталась грудка и то, что вот на грудине. Для этого делаем два параллельных разреза вдоль горла. Раз разрез, два разреза. Потому что вот сама кость, вот она здесь находится. Далее все очень просто. Пальцами подцепляем и сдвигаем мясо с ребер. Одна сторона. И вторая сторона отделили. Здесь на шее тоже довольно нежное мясо, поэтому мы его тоже к фаршу отправим. Оно довольно легко срезается, если не торопясь. Пригодится. Фарша подойдет. Здесь тоже можно немножечко вытащить. И точно так же, сделав надрез, срезать немножко с горловины мясо. Но хотя, в общем, тут особо брать-то нечего. Ну, тут слезы какие-то. Управляем для домашних животных. Так, переходим к грудке. Ну, здесь еще немножко осталось ребер, которые сломались. Мы их удалим. Чтобы они не воткнулись потом в палец при выделении грудки. Вот. Значит, смотрите. Вот здесь есть такие косточки. Я не знаю, как они называются. Их надо надломить и аккуратно вытащить. Вот. Видите? С этой стороны тоже самое. Надламываем. Эх, плохо сломалось. Вытаскиваем. Вот она и осталась там. Не сломался сустав, а сломалась сама кость. Ну, да удалим ее сейчас. Видимо, все-таки плохо этой курице жилось. Много у нее ломаных костей. Вот она. Так, все. Чисто. Теперь смотрите. Вот здесь. Вот они. Сухожилия, связывающие грудину. Мы их надрезаем. Это нам позволит вытащить вот эти вот косточки. Вот. Сухожилия подрезаем как можно ближе к кости. Вот видите? И оно, в общем-то, довольно неплохо выходит. Мясо срезаем. Хрящ вырезаем. Это когда мы выламывали крылья, остался хрящ. Он тоже легко, довольно вырезается. Вот он. Теперь переходим к другой стороне. Проделываем всю ту же самую операцию. Вот, чтобы появилась косточка. Сухожилия. Сухожилия. Вырезаем косточку. Вырезаем сустав. Так, здесь еще у нас скрывается вилочковая кость. Отрезаем от киля. Вот она, видите? Вот, сейчас отрезанная от киля, будучи, она легко у вас удалится. Она, правда, была уже сломана, но вот она. Так, значит, смотрите. Вот это еще красное мясо. Мы его от груди на отделяем. Ну, тут, конечно, и белое у меня попало. Я не стараюсь выделить по мышцам. Теперь обратите внимание. Вот киль. Мы вот так вот, удерживая двумя пальцами, начинаем его удалять. Видите, он легко-легко выходит. Просто не надо торопиться так, без большого усилия, чтобы не рвать мясо. Как видите, практически чисто. Остался тот самый хрящик, который впереди находится, и тут пара маленьких косточек. Мы эти косточки сейчас удалим. Они тоже довольно легко выходят. Подрежем вот это вот. Вот. И теперь нам надо удалить это. То, что называется хрящиком. Это, конечно, если вы хотите целиком грудку сохранить. Если она вам целиком не нужна, то можно так не мучиться, а просто срезать, да и все. А так, вот видите, удалился хрящик. Собственно, все. Вот видите, здесь внутри грудки остались кое-какие образования от косточек. Поэтому грудку я разваливаю пополам. Вот одна половина грудки получилась. И здесь вот так вот аккуратненько подрезаем эти остаточки хрящика, косточки от киля. И довырезаем ее. Все. Получилось чистое филе. Две половинки. И вот сколько красного мяса. С той самой курицы. И, конечно, вот кожа. Теперь сделаем контрольный завес. Посмотрим, что у нас на весах. Для удобства взвешивания я разложил все компоненты по пакетикам. Начнем с костей. Вот у нас вышли кости, которые можно использовать для бульона или, как я там, домашним животным. Кожа, которая подойдет для фарша. Красное мясо, которое можно использовать по самым различным назначениям. И чистое филе грудки. Не забывайте, что я обрезал ее не очень тщательно. Часть ее досталась красному мясу.